Доброго времени суток! У микрофона Роман Селихудинов. И в этом уроке мы с вами рассмотрим создание элементов на цилиндрической поверхности. Итак, вот перед вами картинка. Один из моих подписчиков задавал вопрос, как создавать подобные элементы в SolidWorks. И я уверен, пользователь Inventor также заинтересуется данным видео и оно будет полезно. Итак, вот перед вами резиновая ручка. Здесь, видите, выполнены элементы. Мы с вами рассмотрим создание подобных элементов в Inventor. И в итоге вот что мы с вами получим. Вот такую трубу с элементами на цилиндрической поверхности. И здесь вот я, если вот так увеличить, видите, здесь у нас скругление, а не прямой участок. Как это создавать, мы с вами все рассмотрим. Так, давайте приступим. И сейчас создадим новый документ. Давайте на панели кликнем здесь создать. Выберем деталь. И далее нажмем по кнопке начать 2D эскиз. И выберем плоскость XY для создания первого эскиза. Давайте запустим команду окружность. Центр окружности будет в точке начала координат. И сейчас вот давайте проставим диаметр. Если у вас здесь проставляется радиус, то нажмите правую клавишу мыши и здесь вот выберите диаметр. Но у кого проставляется диаметр, делать ничего не нужно. Вот здесь выбрали, видите, сейчас я выбрал радиус проставляться. Еще раз клик, клик и вот диаметр. Итак, давайте проставим диаметр. 60 вписываем. Итак, окружность создана. Далее давайте создадим еще одну окружность из точки начала координат. Диаметр этой окружности будет равен 54 мм. Вот, посмотрите, две окружности у нас созданы. Далее давайте зайдем на вкладку 3D модель и запустим команду выдавливания. И сейчас давайте укажем область, которую нужно выдавить. Сейчас у нас, видите, две области. Вот первая область и вторая. Давайте кликнем по этой области. Направление давайте поменяем, сделаем от нас. И расстояние давайте впишем 200 мм. Можно вписать вот в этом поле. Можно здесь вот, в отслеживающем меню. Так, отлично, 200 вписали. Я нажимаю ОК. Итак, вот мы первый элемент получили. Сейчас вот давайте этот вид сделаем главным. Давайте на поддомику нажмем правой клавишей мыши. И здесь вот, где у вас написано, установить текущий вид в качестве исходного. Вот, там еще списочек раскроется. Будет на выбор либо фиксированное расстояние, либо вписать в вид. Давайте выберем вписать в вид. В первых уроках я показывал подробно это окно. Сейчас оно не влазит, захват. Поэтому я его не показываю, а объясняю. Итак, вот я, посмотрите, изменил ориентацию. Нажимаю клавишу F6, то есть главный вид. И вот вид, который мы с вами задали, он сейчас и исполнился. И сейчас давайте изменим цвет нашей команде. Итак, кликнем вот выдавливание 1. Вот именно этой команде мы присвоим цвет. Здесь вот на панели быстрый доступ. Давайте раскроем список, где у нас выбор цветов. И выберем с вами нейлон. Так, где он? Вот он нейлон 6. Вот пусть будет цвет такой. Сейчас давайте приступим к созданию элементов на цилиндрической поверхности. Но для начала нам нужно создать плоскость. То есть помогательную плоскость, на которой мы создадим эскиз. И вот эта наша плоскость, она будет касательная к этой цилиндрической поверхности. И параллельно плоскости ZX. Итак, давайте раскроем плоскость. И здесь вот эта команда касательная к поверхности и параллельно плоскости. Можно отсюда команду запустить. А можно, смотрите, сразу запустить команду плоскость. Кликнуть по этой цилиндрической поверхности. И далее раскрыть ветвь начала. И выбрать плоскость от XZ. В самом начале я оговорился, я сказал плоскость ZX. Вот это плоскость. Вот видите, я сейчас по ней кликнул. И у нас уже создана касательная плоскость, параллельная плоскости XZ. То есть мы отдельно эту команду не выбирали. Мы запустили общую команду плоскости. И уже система поняла, что мы хотим сделать. Отлично. Давайте завершим команду создания плоскости. Вот плоскость рабочая у нас создана. Давайте кликнем по ней. И создадим на ней эскиз. Так, и где видовой куб? Давайте повернем. Нажмем сюда по стрелочке. Так, и приступим. Давайте запустим команду отрезок. И произвольно создаем вот такой эскиз. Так. Завершаем команду создания отрезка. Далее давайте запустим команду. Вот у нас. Зависимость вертикальности. Укажем первую точку и вторую. Так, указали. Далее давайте запустим команду. Вот равенство. Кликнем по этой линии и по этой линии. Вот они у нас будут равны. Так, и давайте еще раз запустим команду зависимость вертикальности. Укажем здесь вот точку посередине. Вот поднесем курсор к этой линии. Вот точка посередине отобразилась. Кликнем по ней и кликнем по точке начала координат. Отлично. Далее давайте запустим команду размеры. Укажем размер от этой точки до этой линии. Так, здесь размер давайте зададим 2 мм. Далее укажем размер от этой линии до этой точки. Этот размер будет равен 50 мм. Далее длина этой линии 35 мм. Далее этот размер у нас будет равен 25 мм. Итак, вот посмотрите, наш эскиз полностью определен. Еще раз посмотрите на размеры, которые нужно проставить. И далее давайте сразу же перейдем на вкладку 3D модель. Хотя нет, у нас еще не все готово для того, чтобы выполнить вдавливание. Давайте нажмем по кнопке принять эскиз. И сейчас вот эту рабочую плоскость давайте вскроем. Вот поднесли курсор к ней. Вот справа стрелочки видите, четырех направленная стрелка отобразилась. Правую клавишу нажимаем и тут в контекстном меню галочку видимость снимаем. Итак, посмотрите, вот наш эскиз. Вот если мы просто его сейчас выдавим вверх, то у нас с вами здесь будет прямой участок. А нам с вами нужно, чтобы у нас было здесь скругление. То есть нам нужно создать с вами поверхность, до которой мы будем выдавливать. Мы с вами сейчас засадим эквидистанту поверхности, то есть другими словами, копию вот этой поверхности, смещенную на 3 мм. Для этого давайте запустим команду, вот где на вкладке 3D модель, где у нас панель изменить. Здесь вот есть команда разделить. Давайте раскроем ветвь, списочек весь и выберем команду толщина смещения. Запускаем данную команду. И вывод давайте сразу же здесь укажем, что нам нужно создать поверхность. И давайте выберем с вами грань. Кликнем по этой цилиндрической грани. И уже видно, что идет смещение у нас, вот видите, наружу на 1 мм. Вот тонкая линия, да, отображена новая поверхность. Нам нужно расстояние 3 мм. Здесь троечку ставим. Вот видите, смещение еще больше стало. Можно здесь вот визуально, чтобы вам больше было видно. Вот 10 я поставил. И вот видите, да, идет смещение на 10 мм. Так, давайте здесь 3 поставлю. И нажимаю ОК. И вот посмотрите, у нас ветвь добавилась, вот новая, да, поверхность наша. И вот ее здесь также видно, вот наша поверхность. Вот мы с вами сейчас выдавим, вернее, выполним выдавливание между двумя поверхностями, то есть между нашей новой поверхностью и вот этой вот цилиндрической нашей грани. Все, в принципе, сейчас можно запускать команду выдавливания. Запускаем ее. И здесь границы давайте укажем между. Указываем между и укажем нашу поверхность новую, которую мы создали. И давайте кликнем по нашей цилиндрической поверхности, вот по этой вот. Так, если вот повернуть модель, видно на предварительном просмотре. Вот видно, как это все будет выглядеть после выдавливания. Давайте нажмем ОК. Так, и сейчас, чтобы лучше вам было видно наш новый элемент, давайте вот нашу эту поверхность, скроем правой клавишей, кликнем и галочку видимость снимем. Вот, посмотрите, вот он наш новый элемент, который мы с вами получили. Он у нас выдавлен между двумя поверхностями, которые мы с вами указали. И вот, посмотрите, здесь у нас не прямой участок, а именно выдавливание до поверхности, поэтому здесь у нас скругление. То есть, как и на картинке. Нажимаю клавишу F6, главный вид. Сейчас нам с вами нужно создать еще одну рабочую плоскость и создать на ней эскиз и выдавить второй элемент. Эта рабочая плоскость у нас с вами будет под углом 45 градусов. То есть, вот, если у нас так вот посмотреть сбоку, то она у нас будет проходить под углом 45 градусов. Давайте мы сейчас ее создадим. Мы создавать ее будем с помощью команды, вот, касательно поверхности через точку, но сначала нам нужно с вами создать точку. Эту точку мы с вами создадим в эскизе. Так, давайте кликнем по этой грани, создадим на ней эскиз. Так, и сейчас запустите команду отрезок и на панели формат нажмите кнопочку, вот, осевая линия, создаем осевую линию, вот, из точки начала координат ведем до пересечения вот с этой линией, вот с этим ребром, так, и далее давайте, опять же, вторую осевую линию создаем из точки начала координат, и давайте до пересечения вот с этим ребром. Отлично. Далее запускаем команду размеры, указываем размер. Угол впишем 45 градусов. И сейчас запустим команду точка с панели создать, и здесь укажем точку. Вот, точка создана, давайте нажмем принять эскиз. Я нажимаю клавишу F6, то есть главный вид, вот наша точка, и через нее сейчас будет проходить касательная плоскость. Касательная плоскость к этой цилиндрической поверхности. Итак, давайте запустим команду касательной поверхности через точку, укажем поверхность, и укажем точку. Вот я кликну. Отлично. Нажимаю клавишу Escape, завершаю команду плоскость, и вот, посмотрите, вот наша вспомогательная плоскость. Далее давайте кликнем по ней, и создадим на ней эскиз. Так, и опять же запускаем команду отрезок. Так, давайте и произвольно создаем отрезок. Вернее, не отрезок, а замкнутый контур. Так, вот что у меня получилось, завершаем команду. Сейчас вот эта линия у меня не горизонтальная, я сейчас вот запущу команду зависимость горизонтальности. Хотя нет, у нас сейчас здесь повернуто, нужно запустить команду зависимость вертикальности. Вот видите, да? Так как у нас с вами деталь повернута, поэтому вертикальности запустили зависимость, клик. Я сейчас указываю по этой линии, и вот она у меня стала. вертикально ну в нашем случае горизонтально так и давайте опять же создадим зависимость так как у нас еще команда активного зависимости вертикальности давайте кликнем по этой точке и по точке начала координат так далее давайте запустим равенство зависимости равенства создадим укажем по этой линии и по этой и давайте сейчас запустим команду размеры укажем размер от точки начала координат до этой точки этот размер 45 миллиметров далее давайте укажем размер от этой точки до этой линии этот размер 50 миллиметров далее длина этой линии 35 миллиметров так ну и длина этой линии 25 миллиметров так ну и сейчас посмотрим каких размеров нам не хватает принципе у нас размеры стоят все давайте сейчас зависимость создадим равенство и так запускаем команду равенство и укажем по этому отрезку и поэтому отлично вот наш эскиз стал полностью определен нажимаем по кнопке принять эскиз далее давайте вот эту вспомогательную плоскость скроем поднесем курсор кликнем правой клавишей мыши выберем галочку видимость ними в принципе давайте также эскиз третий скроем правую клавишей кликнем выберем так у вас не видно кликните вот по эскизу 3 правой клавишей мыши и И вот видимость, вот идет экспортировать эскиз как, и ниже идет видимость, галочку снимаем, все скрыли. Ну и сейчас давайте нашу поверхность опять же отобразим, которую мы создавали, так как мы будем выдавливание между поверхностью и цилиндрической грани создавать. Вот наша поверхность, правой клавишей кликаем, галочку видимость ставим, отлично, и запускаем команду выдавливания. Вот эскиз 4 уже определился, далее здесь где границы, давайте выберем между, укажем по поверхности, которую создавали, и укажем по цилиндрической поверхности нашей трубы. Так, давайте посмотрим на предварительный просмотр, все тут отлично, нажимаем ok, и вот элемент новый создан. Далее, поверхность давайте опять же скроем, поверхность, галочку видимость уберем, вот наши два элемента. Ну, чтобы сейчас отдельно каждый элемент не создавать, мы с вами воспользуемся командой, командой массив, прямоугольный массив и круговой массив. Давайте запустим команду прямоугольный массив, укажем элементы, которые будем копировать, и так, вот первый элемент и второй. Далее нам нужно указать ось, направление 1, нажмем по кнопочке, зададим направление, направлением будет служить вот эта вот кромка, кликнем. Так, и вот уже видно, да, копирование, как будет происходить на предварительном просмотре. Так, ну, оставим количество 2, а здесь расстояние давайте укажем 100 мм. Вот, отлично. Ну, давайте нажмем ok. Итак, вот новые элементы созданы. Далее воспользуемся командой круговой массив, запускаем. Укажем элементы, давайте, здесь вот, в дереве укажем элемент выдавливания 2, выдавливания 3 и прямоугольный массив. Так, далее давайте нажмем по кнопке вот ось, нужно указать ось вращения, ось вращения будет совпадать с ось вот этой цилиндрической поверхности. Указываем на нее. Так, и здесь вот количество, давайте укажем 4. Посмотрим на предварительный просмотр. Все так, как мы и хотели, и нажимаем ok. И посмотрите, вот мы с вами создали элементы на цилиндрической поверхности. Все очень просто, ничего сложного нет. Итак, давайте нажмем клавишу F6. Главный вид. Вы сейчас сохраните эту деталь, ну, придайте ей название труба. На этом все. Я желаю вам успехов. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok